Привет, друзья! Сегодня у меня для вас обзор московского зоопарка. Но не того, где живут крокодилы с обезьянами, а того, который на Калужской Рижской линии московского метро. Дело в том, что здесь и сейчас работают целых пять разных типов подвижного состава. Невероятно! И сегодня я покажу вам каждый из них. Но перед этим подпишитесь на канал и поставьте лайк под этим видео, чтобы YouTube показал его новым зрителям. Вы на канале Блок ЖД Фотографа. С вами Игорь Абросик. Поехали! Ох, Господи! Как можно такой противный голос запускать на полную катушку в станциях метро? Это вот поезд Москва. Основной тип подвижного состава на Калужской Рижской линии. Они строились с 2016 по 2020 год. В Москве эти поезда есть на четырех линиях, а также их можно встретить в Казани, в Блоку и внезапно в Ташкенте. Вот еще одна Москва. Вот он, поезд Москва. Его особенность это сквозной проход по всему составу, прислонные сдвижные двери, современные внешне виды крутая краска, USB-розетки и, конечно же, низкий уровень шума внутри вагона. Это просто потрясающее преимущество перед старыми номерными ежами. Можно нормально разговаривать со своим собеседником. Осторожно, двери закрываются. Казаван Aaah Управимся. Сейчас PAW Казаван Казаван СТРА Казаван А это поезд Москва-2020, скажем так, поезд нового поколения. Такие поезда работают в Москве на кольцевой линии, на большой кольцевой линии, а также здесь. Основное отличие от обычной Москвы – это увеличенный дверной проем, из-за чего в поезде стало меньше посадочных мест. Почему-то у многих людей бомбит, из-за того, что им негде приземлить свою пятую точку. Хотя, камон, это же наоборот преимущество. Благодаря тому, что сиденья стало меньше, а дверные проемы увеличились, теперь время стоянки сократилось, и пассажиры быстрее входят и выходят. Что благоприятно сказывается на интервалах движения поездов. Еще Москва-2020 имеет довольно противоречивую внешность. Дело в том, что кузов у нее квадратный, а морда круглая. Это даже немножко не сходится в голове. Прям взрыв мозгов. Напишите в комментариях, как вы к этому относитесь. Этот красивый поезд носит на обозначение 81-760. В народе его называют АК. Такие поезда строились с 2010 по 2016 год, хотя массовая эксплуатация началась только в 2012. В Москве эти поезда работают на трех линиях. Также они встречаются в Баку. Будьте вежливы. Уступайте места инварида, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Это самый интересный поезд на Калужской Рижской линии, да и, наверное, в принципе, в московском метро. Так называемый Баклажан. Его серия 81-760А. Этих поездов всего три штуки. Изначально они были построены для бакинского метрополитена, о чем говорит их необычная окраска. Полюбуйтесь на этот бирюзовой кузов, а также баклажанные двери. У него и морда тоже баклажанная, за что его и прозвали Баклажан. Отличительная особенность от базовой модели 81-760 это сквозной проход между вагонов. По аналогии с поездами Москва и Москва-2020. Вообще довольно большая удача, что я сегодня встретил этот поезд, потому что он такой один. Два других поезда обклеены в честь Дня Победы, а второй в честь Юрия Гагарина. Следующая станция Алексеевская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Ношение масок во время поездки по-прежнему обязательно. Проезжаем станцию Рижская, которая сейчас закрыта с ремонтом эскалатора. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! А это номер 0. Самый знаменитый поезд времен Советского Союза. Такие поезда есть в абсолютно любом метрополитене на просторах постсоветского пространства. Например, в Винске только такие поезда используются на сегодняшний день. А здесь, на Калужской и Рижской линии, и лично мне встретилось сегодня состава 3. И сейчас я прокачусь в одном из них. Казалось бы, 3 состава всего-навсего. Хотя еще 3 года назад здесь только такие поезда и работали. Давайте же прокатимся. Обратите внимание на линию освещения в данном вагоне. Здесь еще используются светильники старого типа. О, вот, кстати, еще один номерной. Я снимаю номерной из номерного на Калужской и Рижской линии в 2022 году. Номерные выпускались с 1976 аж до 2010 года. Просто представьте, сколько их было выпущено. Огромная куча. Поставлялись эти поезда во все советские города, а также в города стран социалистического лагеря. Например, в Варшаву, в Прагу. Удивительно, что сегодня я встретил целых 4 таких поезда. Оказывается, прокатиться в них все еще можно. Хотя не стоит переживать из-за номерных. Их до сих пор много на замоскворецкой линии. Там даже не начали обновлять подвижной состав. Это просто какое-то невероятное везение. Уже пятый номерной. Поезжали, еще прокатимся в номерном по Калужской и Рижской линии. Когда еще выпадет такая возможность? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Свиблова. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Обратите внимание на характерный писк, который исходит от поезда. Этот звук издает БПСН, то есть блок питания собственных нужд. Он преобразует напряжение контактного рельса, 825 вольт, в более низкие напряжения, которые используются в низкоточных цепях. Еще одна интересная особенность номерных – это вот этот индикатор, который показывает занятость дверей. Благодаря ему машинист видит, можно ли отправляться или нет. В Москве эти поезда выводятся из эксплуатации довольно маленькими темпами. По крайней мере, вагонов 70-х, 80-х годов выпуска, что вы точно не встретите. Однако, 90-х и 2000-х годов вагонов еще довольно много. Невероятно. Приехал я на станцию Бабушинская, и тут мне предстает сразу крутой минной номерной. Давайте же посмотрим, что он из себя представляет. В одном из составов номерных мне попался необычный вагон. Сейчас вы сами увидите, что в нем интересного. Казалось бы, это обычный номерной, каких даже здесь, на Калужской Рижской линии, довольно много. Но, посмотрите, какие у него необычные сидения, разделенные перегородками. Такая компоновка сидений не характерна для номерных. Кстати, я понятия не имею, где ее сделали. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, а вы знали, что номерные, хоть они и одинаковые, все же отличаются. Напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сделал обзор этих различий. Правда, это будет уже контент для суперметрошных извращенцев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По моим ощущениям, подвижный состав на Калужской Рижской линии Сейчас распределяется примерно следующим образом. Москва, номерной, Москва 2020, 760 и 760А. Хотя последних всего три штуки, их можно даже не брать в расчет. Вот, кстати, еще один вагон с раздельными сидениями. Номер его 788. То есть, оказывается, это не такая уж и большая редкость. Их, по меньшей мере, три штуки я уже насчитал. И снова на ваших экранах баклажанчик, друзья. Уже третий раз я вижу его за сегодня. Честно говоря, мне кажется, я посмотрел на все поезда, которые сегодня есть на маршруте. Разгроси меня громко. Это, по-вашему, так просто снимать видео про метро? Я уже третий час болтаюсь по Калужской Рижской линии, и у меня уже венут уши, и сорвана вся глотка. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Видите, как стараюсь ради крутого контента. Какой из этих поездов нравится больше всего и лично вам? Пишите ваше мнение в комментариях, но только развернуто. Потому что в следующем видео три лучших комментария я обязательно зачитаю в самом начале. Я показал вам сразу пять поездов в московскую метро, и все они на одной линии. Очень удобно. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. А в комментариях вы можете задать мне любой вопрос об этих красавцах. Очевидно же, что я рассказал не все их секреты. Если до сих пор не подписались на мой канал, подпишитесь прямо сейчас. А также вы можете посмотреть вот эти видео. С вами был Игорь Апротимов, канал Блог Желая Фотографа. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok